Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, радиостанции центра Сангейтс. Сегодня у нас очередная передача учения свет. А не ученых тьма? Нет, не учение это тьма. Так у нас было, ученых у нас уже полно. Но сегодня у нас необычный человек в гостях. Опять же, сама программа достаточно необычная, потому что вот мы все говорим о духовности. А тут вот такая программа, которая называется «Деньги». Опять же, «Деньги». Ну и вот в гостях у нас довольно известный, довольно популярный человек в городе Чикаго. И с которым мы достаточно давно знакомы. Иосиф, правильно? Да, уже за 20 лет перевалил. Да, более 20 лет. Иосиф Розенберг, президент чикагского клуба Common Sense Club. И это человек, который занимается финансистом в первую очередь. Ну и мы сегодня будем говорить о деньгах. Иосиф, у меня к вам первый вопрос. Ну вы специализируетесь на бюджете. Ну давайте не я буду рассказывать, а вы расскажите о себе вкратце, и мы будем уже вести эту беседу. Ну вкратце это звучит примерно так, что я получил образование как системный аналист, такой финансовый системный аналист, и этим занимаюсь практически с 1977 года. Вот в 1978 году я сделал аналитический, сделал репорт второго подшипникового завода в Москве, в результате которого мы обеспечили подшипниками лишних два танка. А, я думал о том, что подшипники стали крутиться гораздо более быстрее, чем они должны крутиться. Нет, больше не надо. Иосиф, вы также создатель очень интересной технологии. Я такой, честно говоря, не слыхал. Технология называется «выживание эмигрантов». Выживание как? Физическое выживание или какого выживания? Ну, давайте скажем так. Поскольку, когда вы говорили о моей известности, спасибо за комплименты, да. Но так уж получилось, что моя основная среда, с которой я работаю, это русскоязычные. Это не обязательно только русские, это представители всего бывшего Советского Союза, и поляки, и болгары, и чехи. Но в основном, скажем, люди, для которых русский язык не посторонний предмет. И в силу этого, естественно, это в основном эмигранты, и эмигранты в первом поколении. И вот когда я уже, так сказать, в этом поле работаю, ну, скажем так... Практически мы с вами, да? Ну да, да. Хотя было первое поколение, которое приехало лет 30 лет. Мне это легко говорить, потому что я сам через все это прошел. И я прекрасно понимаю, что если бы у меня была возможность сделать то, что я могу сейчас сделать, ну, наверное, мы бы с вами сидели в какой-то другой радиостанции, например, NBC. О чем мне нравится наша радиостанция? Не-не, я шучу, да. А, вы имеете в виду NBC? Да. Ну, какие наши годы? Значит, давай... Ну, на самом деле меня это волнует во вторую очередь. Просто я хочу сказать, что вот мне Америка нравится многими странами. Вернее, у меня даже нет той страны, которой я могу сказать, что мне Америка не нравится. Потому что я во всем вижу здравый смысл. Во всем самом хорошем, во всем самом плохом есть абсолютно здравый смысл, который, ну, скажем, нормальному человеку позволяет в этой стране дышать свободно. Причем вне зависимости от того, сколько у меня в кармане. Понятно. Но у нас вопрос такой. У меня, точнее, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот эмигранты. Ну, по статистике, насколько я знаю, особенно русскоязычные эмигранты, которые находятся у нас здесь в Соединенных Штатах, которые приехали из бывшего Советского Союза, из других, вот, других, да, ну, не знаю, как насчет Болгарии, Польши, это вы знаете. Ну, в частности, есть такая статистика о том, что гораздо быстрее они, так сказать, акклиматизируются финансово в стране, в Соединенных Штатах, гораздо быстрее по статистике покупают дома, машины, и приобретают, ну, относительно неплохой такой уровень жизни, выше среднего, будем так говорить, даже по стране. Это правда? В сравнении с кем? С американцами? Ну, я бы так, наверное, ну, с точки зрения скорости, да, безусловно, это быстрее, но мы вынуждены это делать, мы вынуждены это делать, потому что, как говорится, основной локомотив, который нас сюда привел, это наши дети, и для того, чтобы у наших детей, они, скажем, не оказались на общественной обочине, нам надо сделать так, чтобы уже в школе они себя чувствовали совершенно комфортно, и поэтому приходилось и работать, и по две, и по три смены, и... То есть, то, что, ну, американская нормальная семья получала в качестве, так сказать, исторически, за предыдущих поколений, нам надо было форсировать буквально в первые годы. И по этой причине, конечно, тут есть еще один нюанс, который приводит, да, мы быстрее покупаем дома, но если что-то случается, мы их быстрее теряем. Да, мы быстрее зарабатываем какие-то деньги, но если что-то случается, мы их быстрее теряем. То есть, вы хотите сказать, русские иммигранты знают меньше законов? Это не русские, это иммигранты. Иммигранты. Иммигранты вообще. Ну, в Америке все иммигранты, в самом деле. Нет, я имею в виду, что если мы говорим о, скажем, иммигрантах в первом поколении, иммиграция из России, из Советского Союза бывшего, она ничем не выделяется. То есть, мы на таком же уровне, как филиппинцы, мексиканцы... По уровню жизни? По уровню жизни, я могу сказать, те люди, которые сюда приехали, там, легальные и так далее, к сожалению, вот это, это я как раз могу сказать, к сожалению, мы ничем принципиально не выделяемся. Ну, тут можно было бы, конечно, поспорить. Я думаю, наши дорогие друзья, которые, это наша аудитория, которая нас сегодня слушает и которая будет слушать нас в записи, наверное, тоже могут с вами поспорить, не знаю, но как минимум они могут задать. Дорогие друзья, вы можете задать нам вопросы по телефону 847-226-9956. Или вы можете нам написать на скайп, это Сангейтс, солнечная ворота, на конце буква С, Сангейтс, 1-0-8. Иосиф, такой вопрос. Вы утверждаете о том, что, ну, мы всем знаем, во-первых, о том, что образование в Соединенных Штатах поставлено, ну, очень серьезно. Ну, вот вы говорите о том, что есть какое-то вот такое упущение, причем существенное упущение. Вот то, чем у нас обучают, ну, так скажем, даже не в высших учебных заведениях, специфика проблем, так называемых, вот, вновь прибывших иммигрантов. Вот в чем заключается вот это упущение? Вот я, это очень правильный, хороший вопрос вы мне задали. Тут вот какая ситуация. Если нас слушают люди, которые не живут в Америке, то для них, наверное, будет удивлением узнать, что, например, если человек решил открыть завод по производству, там, скажем, бейгелов или еще чего-то, то ему для этого ничего не надо. Ему надо просто прийти в библиотеку, и он нам дает там кучу пособий, которые ему скажут, как это сделать с нуля. Вот просто с нуля. Ну, вы имеете в виду совсем другое, в общем-то, другое упущение, да? Не-не-не, я пока не про упущение, я говорю про правила. Про правила, так. Вот, и поэтому здесь учат всему, как открыть коробку пельменей, как там, я не знаю, начать чистить зубы, как махать руками перед телевизором, всему учат. Но, если мы говорим о финансах, то же самое касается финансов, причем это учат всему. Вопрос заключается в том, что все это обучение имеет одно, как говорится, как мы тут говорим, из Самшин, одно предположение. Вот эти школы, вот эти инструкции, вот эти курсы, они рассчитаны на американцев. Американцы, которые, да, это те люди, у которых вообще проблема, вот как ты говоришь, правильно сказал, акклиматизации уже не существует. Вот я могу сказать, что я вот вижу результаты нашего труда на наших детях. Вот наши дети уже в значительной степени, в подавляющей степени, у них нет вот этого, так сказать, ну, скажем, шлейфа вот нашего приезда. Они уже многие этого не знают, это не чувствуют, это не видят. То есть, они полностью американизировались. Они американизировались, и слава тебе, Господи. Вот, потому что американизироваться, это значит жить нормальной жизнью. Ну, вы знаете... Мы не закончили по поводу обучения. Ну, так вот, и вопрос заключается в том, что, скажем, когда инструкция говорит о том, что, да, для того, чтобы вам откладывать деньги на пенсию, вы должны, там, я не знаю, откладывать определенную сумму денег. И эти люди, кто писали эти инструкции, не предполагали о том, что, когда я буду откладывать деньги на пенсию, у меня не будет денег для того, чтобы купить машину. А если я не куплю машину, я не смогу зарабатывать эти деньги. Есть масса всяких вещей, которые считают, что это уже у людей есть. Понимаете? Не учитывая специфику определенных слоев населения, которые по-другому могут быть недавно приехали. Вот когда мы приехали, ведь... Вот я сейчас задам, Миша, ну, мы уже тут какое-то общение, я уже буду говорить ты. Да, пожалуйста. Миша, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот, когда ты сюда приехал, был у тебя какой-то дискомфорт с возможностью получения каких-либо кредитов? Или ты все, ты мог получать кредиты совершенно спокойно? Нет, безусловно, было. Поэтому, когда я покупал себе, скажем, машину в кредит, то мне пришлось брать своего брата как косайнера или человек, который подписан, потому что у него была кредитная история, а у меня ее не было на тот момент. Я думаю, что, может быть, не все слушатели знают, что такое кредитная история, но вопрос упирается в то, что все правила, по которым мы живем в этой Америке, они настроены на того человека, у которого все в порядке, у которого есть средства, у которого есть доход, который показал за многие годы, что он прекрасно берет займы и их прекрасно выплачивает. И вот если все вот эти параметры мы возьмем, мы вдруг увидим, что иммигрант, который приехал в страну, не имеет ни одного, ни второго, ни третьего и ни четвертого. Именно в тот момент, когда нам больше всего нужны вот эти деньги для начала, вот именно тогда у нас их нет. Получается так, что эти инструкции были написаны кем-то когда-то, может быть, не знаю, сто лет тому назад, и они никогда не переписывались? Никогда это не учитывали? Но нет, это абсолютно объективная вещь, и смею вас уверить, никогда инструкции для иммигрантов никто писать не будет. По одной простой причине. Рынок, по большому счету, в иммигранте, как в покупателе, не заинтересован. Иммигранты составляют вот в секторе покупателя, ну, наверное, полтора-два процента. Кто это будет переориентировать себя на полтора-два процента? Ну, вот, например, у вас радиостанция, вы ее ориентируете, скажем, там, на русскую аудиторию. А хотели бы вы вещать для племени Мумба-Юумба, который состоит из двух человек? Наверное, нет. Нет, нет. Мне было бы интересно, что за племя и почему там только два человека. Почему два человека. Поэтому, я вот еще говорю, почему сторона здравого смысла? Потому что это имеет смысл для миллионов дать инструкцию, это имеет смысл, миллионы принесут. А давать инструкцию для десяти тысяч, это не имеет смысл. Нет, хорошо. Получается, аудитория ваших клиентов, это те люди, которые, ну, допустим, все знают, что такое кредитная история. Это та аудитория, то есть те люди, которые, допустим, не имеют кредитной истории. Ну, либо очень такой, в начальном состоянии. Ну, это только один из аспектов. Ну, хорошо, вот у меня кредитная история, ну, неплохая, пока, в самом случае, я еще не успел ее испортить за 20 лет. Миша, ну, 20 лет, ты уже выпадаешь из этого. Не, 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 почему? У меня есть очень много вопросов, которые я могу задать. Не, пожалуйста, пожалуйста. То есть, к вам можно обратиться, я просто к другому говорю, потому что вот у меня тут целый скрипт есть написан, но дело в том, что то, что вы рассказываете вживую, оно гораздо более интересно, чем просто читать. Я хочу сказать, есть много нюансов, связанных с кредитными карточками. Или это тема нашей какой-то другой. Дело в том, что, дорогие друзья, я забыл, наверное, сказать, мы сегодняшней программой открываем цикл передач с Иосифом Розенбергом, который как раз готов поделиться своими знаниями в этой области финансирования, в области бюджета. И это, по-моему, самое главное, потому что я сам не раз обращался к Иосифу именно с просьбой помочь мне в планировании какого-то мероприятия или в планировании какого-то долгосрочного мероприятия, бизнеса, может быть, даже. Но это следующий вопрос. Так все-таки, вот ваша аудитория – это та, которая не имеет кредитной истории, но это только такие люди, которые совсем недавно приехали, получается? – Ну, во-первых, для того, чтобы… Ну, те, кто только вновь приехали, конечно… Я бы, например, я бы мечтал, чтобы, когда я приехал, чтобы у меня была возможность поговорить с человеком с теми знаниями, которыми я сейчас обладаю. Даже больше не знаниями, а, может быть, опытом. – Ну, а вы, когда приехали, у вас был такой человек? – Нет. – Не было? – Не было. – Ну, могу сказать… – И ни у кого не было. – Да, могу сказать, ни было, да, ни было. – Мы полагались на специалистов, ну, на американцев, поскольку было тогда не так много людей, было перед нами некоторые волны там иммиграции, но они… – Миша, давай, я сейчас… Почему я перебиваю? – Да. – Это снова подтверждение вот того, что нет инструкций для вновь приходящих. Почему? – У вас есть такая инструкция? – Нет. Ну, нет, но то, что мы сейчас будем говорить, это отдельная песня. Я просто говорю, что… Почему этого нет? Потому что традиционно в американской семье из года в год у них есть свой адвокат, у нас есть свой адвокат, у нас есть свой бухгалтер, у нас есть свой кардилер, у нас есть свой страховой агент, у нас есть свой моргидж-брокер и у нас есть свой реал-эстейт-агент. – Ну, в общем, справедливо. Когда семья за годы вот обросла таким набором сервисов, то те люди, которые предлагают сервис в этой семье, они уже знают, что в этой семье есть и что им нужно. Понимаете? А мы, когда приехали сюда, у нас был культурный шок, и он не был связан с длиной полок с колбасой или с платьями, он был связан с тем, что передо мной стоял выбор, вот мне надо состраховать машину, а передо мной 40 страховых компаний. – Я и сейчас не знаю, у меня есть какая-то, конечно, своя страховая компания, свой страховой агент, но я получаю много всяких разных предложений от других агентств, перейти к ним с какими-то бенефитами и так далее. – Ну, я просто говорю, что вот та самая ситуация, где анализ в семье проводился исторически у американцев, вот когда мы только приехали, у нас этого нет. И получалось зачастую так, что тот брокер, который предлагал вам лучший продукт, которым он владеет, и он это делал абсолютно с чистой совестью, а для вас он не работает. Понимаете? Вот для вас, в вашей конкретном контексте это не работает. – Да я могу вам примеров до завтра приводить, но я все-таки хочу вернуться к тому, о чем мы говорили по поводу инструктирования. – Так вот, инструкция, у меня поэтому был вопрос, если такой инструкции не существует для эмигрантов, ну, казалось бы, святое место пусто не бывает, оно должно быть чем-то занято, и кто-то должен был взять на себя такую миссию, ну, как минимум, ну, если не создать такую инструкцию, то как минимум ориентироваться вновь прибывших людей, или тех, которые прожили здесь недостаточно много времени. Вот этим человеком являетесь вы? – Отчасти, отчасти. Но дело в том, что я не создаю инструкцию. Я делаю так, чтобы человек, приехавший в Америку, стал по всем параметрам американцем не через 10 лет, а через год. И тогда все инструкции, которые написаны, они для него… – Минуточку. – То есть, вы в срок адаптации… – Да. – Вот как, я не помню, как это… – Адаптация, так по-русски называется. – По-русски, да. Ассимилирование, да. – Вы сокращаете в 10 раз? – Я сокращаю. Дело не в том, что даже 10. – Просто вопрос упирается в… – Место 10 лет – это один год? – Да. – Условно, я понимаю, что… – Ну, дело в том, что, ну, скажем, люди, вот, ну, скажем, сейчас растут мои внуки, и вот этот вот 10-летний период, начиная там с high school и до своей первой работы, они пройдут просто естественным путем. Это просто будет их жизнь. А у нас, когда мы приехали, у нас нет этого времени, у нас нет времени, у нас нет денег, и по большому счету у нас даже нет выбора, потому что мы должны обязательно заработать сегодня, заработать много, иначе от этого страдают вопросы, перспективы наших детей и наших семей. – Иосиф, дело в том, что у нас наша программа уже практически подходит к концу, и поскольку у нас это только первая программа, у нас будет много впереди программ, то, что вы рассказываете, это все здорово и замечательно в теории. Это все теория понятна. Приведите один пример, ну, вот сейчас один пример в этой передаче, а дальше мы продолжим. – Ну, дело в том, что я не знаю, насколько этот пример будет для некоторых слушателей типичен. Я вам приведу два примера. – Два. – В это воскресенье мы открыли кредитную карточку человеку, который приехал в нашу страну в августе прошлого года. И эта карточка была открыта на 7 тысяч долларов. И это была его первая карточка. Значит, я вам могу сказать по практике, я свою первую карточку долларов, по-моему, на 300 или на 500 получил на третьем году. – Я раньше не говорил. – А следующий, ну, опять же, я могу задать этот вопрос, просто дома подготовься. Значит, и вторая ситуация, когда человеку после банкротства, всего через полтора года после банкротства, открыли первую карточку, как вы думаете, на сколько? На 15 тысяч долларов. – После банкротства через какой срок? – Через полтора года. – Через полтора года после официального банкротства. – Да. – Дорогие друзья, мы, к сожалению, должны вот на этом остановиться. Это было очень интересное начало, во всяком случае, нашей программы. – Я боюсь, что наши слушатели, услышав про эти 15 тысяч, потеряют сон. – Ну, я надеюсь… Ну, во-первых, это касается… Нас слушает не только, кстати, русскоязычная аудитория в Соединенных Штатах. Нас слушают и за пределами нашей страны, в России, в частности, в Украине. Ну, им это, наверное, не интересно или всякое бывает? – Ну, во-первых, я говорю о каких-то достаточно общих правилах. И, например, если наши слушатели в результате наших разговоров и, может быть, их звонков, скажем, поймут, что в каждой семье должен быть, ну, скажем, четко расписанный бюджет, я буду считать, что мы не зря потратили время. – Да, ну вот об этом как раз идет речь, о планировании бюджета, что сегодня является, конечно, главным проживанием, фактором проживания и финансового благополучия проживания в нашей стране. И на этом тогда разрешите нам закончить нашу программу. Иосиф, огромное вам спасибо. Я просто хочу объявить о том, что следующая наша программа пройдет в это же время, через неделю. То есть мы встречаемся с Иосифом Розенбергом по четвергам. Ну, вот на сегодняшний день это сейчас дня по времени города Чикаго. В Москве в это время, ну, для тех, кто слушает, 9 часов вечера, время как бы удобное. Ну, и следующая наша программа будет посвящена, наверное, вот, есть такое понятие, агрессивный инвестмент, и чем он нам грозит. Мы, в плане этой программы у нас была как раз-таки, вот, еще затронуться этот вопрос. Мы просто не успеваем... – Любая агрессия грозит Нюрнбергом. – Грозит последствиями, да. – Да. – Да, это правда. Спасибо большое, Иосиф, в первую очередь. Значит, я хочу, во-первых, поблагодарить тех, у кого хватило терпения нас выслушать в течение всего этого времени. Значит, вы мне крайне бы помогли, если бы на адрес Сангейтс присылали ваши вопросы, комментарии, причем желательно критического плана, вот, чтобы с тем, чтобы мы как-то корректировали свою передачу. Но, смею вас уверить, основная цель наша – дать вам полезную информацию, которой бы вы могли пользоваться, чтобы это время не было просто временем потерянным. – Да, спасибо большое. Я просто напомню наши координаты. То есть, если у вас есть вопросы к Иосифу, если у вас вопросы есть вообще по любому другому вопросу по теме в центре Сангейтс, это 847-226-9956. Это наш веб-сайт, тройной W, sungatesradio.com. Кстати, там внизу страницы плеер на первой странице, где можно прослушивать наши все программы. Ну и Skype – это SunGates, буква «С» на конце, солнечная ворота, SunGates108. Еще раз, Иосиф, большое вам спасибо. – Всего доброго, спасибо большое. И мы сделаем все, чтобы наши передачи были для вас интересны и познавательны. Всего доброго, до свидания.